Добровольная мобилизация в армию ДНР. Интервью с начальником управления культуры Владимиром Тутовым. 3 марта съемочная группа ТРК «Шестой канал» побывала в городском военкомате. Старший помощник начальника отдела военкомата по отбору на контракт Андрей Смирнов рассказал нам о том, как проходит добровольная мобилизация и об условиях контрактной службы в армии ДНР. Здравствуйте, уважаемые товарищи жители города. Я представитель военкомата города Горловка, старший помощник по отбору на контрактную службу. На данный момент наша задача заключается в том, чтобы набрать добровольцев для службы по контракту. Что нужно людям, которые приходят к нам для того, чтобы они попали служить? Нужно прийти к нам с паспортом, если у кого-то есть военный билет и водительское удостоверение. В плане водительских удостоверений в данный момент сейчас испытывается острый недостаток водителей и механиков водителей. То есть две основные специальности, на которые делается акцент. Помимо этих специальностей, конечно, мы с дорогой душой примем всех, желающих в возрасте до 45 лет годных по состоянию здоровья. Для проверки состояния здоровья мы беседуем с людьми. Далее, помимо заполнения необходимых документов, человек проходит тестирование по методике НПУ. То есть мы выявляем ненужные какие-то моменты. У некоторых людей они могут встречаться в силу каких-то жизненных обстоятельств и личных качеств. Далее, после тестирования мы проводим более конкретную беседу. Определяемся с человеком, какой род войск ему близок. То есть что он умеет, какие навыки есть. Может быть военные, может быть гражданские. Потому что гражданские навыки, приобретенные на некоторых профессиях, допустим, тоже могут быть полезны. Ну и, скажем, дальше процедура такая, что в определенный день мы собираем все здесь, возле военного комиссариата. И централизованно одной командой едем на сборный пункт Донецк для прохождения именно непосредственно уже медкомиссии. По обеспечению военнослужащих на данный момент выплачивается и денежное удовольствие, денежное содержание, вещевое удовольствие, питание трехразовое. Если человек изъявит досрочно прервать службу, то ему будет обеспечено полное социальное обеспечение, то есть социальные льготы, льготы по налоговому обложению, коммунальных услуг и так далее. На момент прохождения службы семьи военнослужащих, сейчас уже эта процедура, по-моему, запущена, тоже будут получать гуманитарную помощь, социальную помощь, ну и так далее. Контракт сейчас имеет один срок, это три года. Но опять-таки три года, поскольку человек пришел добровольно, три года не означает, что человека не отпустят в течение этих трех лет. Если у кого-то какие-то семейные обстоятельства, личные обстоятельства, ну, жизненная ситуация как-то сложится не лучшим образом, таким образом, что ему нужно будет покинуть армию, никто этому препятствовать не будет. Человек пришел добровольно, а добровольно уходит. Я бы сказал, что именно кандидаты в добровольцы достаточно, ну, широкий такой возрастной спектр, в основном это где-то от 25 до 47-48 лет. Зовут меня Сергей, 48 лет. Мне просто обидно за свой Донбасс, я тут родился, вырос, мне тут дети родились. И вот эти пришли оккупанты, я должен отомстить им, что они разрушили полгорловки, весь Донбасс. Я просто, еще в здоровье, я могу силы свои отдать против этих фашистов. Даже их нельзя назвать фашистов, это хуже, чем фашизм. Мне 23 года, меня зовут Славик, я решил вступить в Донецкую народную республику в ополчение, ну, из-за того, что я считаю, что необходимо стать на защиту своего родного края. Ну, вот, всякое, ну, в связи с таким положением, ну, у нас в родном городе. Мне 42 года, звать Василий, а решил вступить в армию, потому что, ну, надо уже эту войну заканчивать, уже надо прогонять их, фашистов всех, чтобы жить нормально в Донецке, в нашем родном городе. Вот я почему решил. Меня зовут Александр, мне 18 лет. Из-за сложной ситуации на Донбассе многие люди попали в тяжелое положение. Я считаю, что долг любого мужчины – это обеспечить будущее и безопасность своего народа. Во вторник, 3 марта, наша съемочная группа пообщалась с начальником управления культуры Горловской городской администрации Владимиром Тутовым. В ближайшем времени у нас планируется мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта, которое состоится в эту пятницу, 6 марта, в здании ДДЮТ в 12 часов. Это будет торжественная часть, концерт творческих коллективов города, выставка. Сегодня мы организовываем рабочее совещание по этому вопросу с руководителями городских структур, с руководством города, для того, чтобы окончательно определиться с форматом, с теми моментами, которые будут приятны для наших женщин. Думаю, все получится. В городе осталось много талантливых творческих людей, которые хотят поздравить. Поэтому приглашаем желающих в 12 часов, 6 марта, в ДДЮТ на концерт. После прекращения обстрелов культурная жизнь возрождается. Мы возобновили работу городских театров. Это театр «Кукол», это театр «Юность». Недавно прошла интересная выставка в музее миниатюрной книги, посвященной столетию основателя музея Разумова. Поэтому провели несколько экскурсий тематических для школьников в музее. Также возобновлены работы тех кружков, которые находятся на базе дворцов культуры. Если ничего не мешает, то учреждения культуры работают в тех объемах, которые позволяют ситуации. Как транспорт. Мы готовы принимать детей и заниматься с ними. После того, как мы получили приказ главы ДНР о государственных праздниках Донецкой Нородной Республики, конечно, мы разрабатываем мероприятия под эти праздники. Это и 1 мая, и 9 мая. Тем более, что 9 мая в этом году – это юбилейный год. И с этой недели возобновляется работа оргкомитета по подготовке городских мероприятий. И также те традиционные моменты, которые были в городе, мы будем возрождать, развивать и надеяться на то, что наши горловчане поддержат своим присутствием, участием те задумки, которые у нас есть на сегодняшний день и которые появятся в будущем. Наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok